Доброе утро! Годовини и выводы советских войск за Афганистан отбылся во всех городах и районах Гомельской области. Жалобные акции Успамин изъявляются вельми важными для непосредных удельников военных конфликтов и для семей узагинуших, чьи лез поделился надо и после Афганистана. Вероника Ворошилина протягнет. У Гомель и мероприемства, присвеченные 27-й годовини и выводы советских войск за Афганистан, распространялись акции за палисвечку памяти у Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Паула. До акции долучились и другие православные храмы в области. Люди приходили и ставили свежки в память об загинувших в Афганистане войнах. До речи, больше 700 белорусов у Тымлику 121 у Раджанец Гомельщины в той войне застались на поле бою. Представники шматликих организаций поделяют боль с теми, кто стратил на этой войне своих близких, а так само поддерживают ветеранов, которые переодолили все тяжкости и вернулись домой живыми из Афганистана. Вместе с председателем областного фонда мира Тимофеем Ивановичем Глушаковым мы посетили инвалидов первой группы решением правления фонда мира. Им оказана материальная помощь. Мы посетили все до единой могилы, где похоронены наши ветераны. Такие же посещения везде в районах проходят, встречи в трудовых коллективах проходят и так далее. Поэтому мероприятий очень много. Шмат людей, ка бушановать память загинувших, собралися или мемориялу воинам-интернационалистам. Горыш от низворотных страт объеднала разом представников разных поколений. Сюды пришли не только те, кто выполнил интернациональный долг и семьи, которые стратили на войне самых дорогих и близких людей. Але и представники органов УЛАД и громадских организаций объединения, а так само простые горожане. По час мероприемства знайшлися добрые и ширые слова подяки для кожного героя. К сожалению, 14 наших земляков не вернулись в город Гомель из Афганистана. И, конечно, для живых, кто вернулся оттуда живыми, это, безусловно, день праздничный. Но, конечно, праздник это со слезами на глазах и с тяжелым грузом на душе. Традиционная хвилина маучанья у складанья вянковых кветок до мемориялу воинам-интернационалистам. Митинг реквием и святый день смутку одночасова. Светлая память загинувшим и повагатым, кто застался у живых. Сегодня у Гомельской области проживая каля 3800 воинов-интернационалистов, которые примали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Каля 3600 из них – это ветераны войны в Афганистане. Яны еще не сидят на месте и мкнутся активно удельничать у патриотичном выховании подрастающего поколения. Я хотел бы сказать и поблагодарить воинов-афганцев, которые всемирно стараются быть в обществе полезны. И мы видим, что они приходят в коллективы, встречаются с молодежью, что радует, что молодежь слышит, что молодежь интересуется опытом старших товарищей. Протягнулись и мероприемства концертом «Рэквием» у Гомельским городским центру культуры. Кожное слово, якое гучало со сцены, кранало присутных до глубины души. Городшие окропки показали, что солдаты и офицеры, которые обороняли безопасность и интересы родимы за ее межами, достойные своих родителей и дедов, которые помогли фашизм в годы Великой Айчиной войны. А тому память о падениях в Афганистане так само будет жить вечно в сердцах людей. Вероника Ворошилина и Кормарышченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля организованы оптовые кермаши для продпрымальников. Товары легкой промысловости от белорусских вытворцев пропануются представникам малого и сярыднего бизнеса. Организатором деловой сустрэши выступило открытое акционерное товарыство «Деялоу Гомель». Дмитрий Котов протягни. Оптовый кермаш – сустрэша продпрымальников и поставщиков Айчиной продукции. За последние шесть месяцев они сбираются в шатьвертый раз. Кермаш с белорусскими товарами – это махшимость продемонстровать продпрымальникам потенциал айчинных вытворцев, а так сама спроба затекает их новой продукцией. И таким чином развивать супрационерство помеж продпрымствами, оптовыми организациями и представниками бизнес-супольности в области. Мы специально собираем тематические ярмарки. Почему? Потому что приходит тематический покупатель, и нам есть о чем поговорить. Не только им, покупателям с оптовой организацией, но и опту с оптовыми покупателями. Поэтому я и говорю, нам есть о чем поговорить. И в плане ассортимента, и в плане цен, и в плане обновления коллекции. На эти мероприятия мы приглашаем всегда производителей. Потому что нам мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с производителями, с поставщиками. Как в опт, так и из опта в розницу. Популярность оптовых кермашов у бизнеса сяродзе расте. В этот раз, текавость до их, выказали 70 представников приватного сектора экономики. В ассортименте товары от 11 поставщиков айчинной продукции. Некто с бизнесменом на таких мероприемствах у першиню. Инши не первый год працуют с белорусскими вытворцами. Сярод головных задач наладить диалог. Дать махчимость кожному выказать свои пропановы. Шестой год я работаю с сексуторами, с диалогом белорусской продукции. Раз-два раза в месяц обязательно закупаю продукцию. Буду продолжать работать, потому что сейчас надо работать, что-то думать, что были документы. Белорусское качество самое лучшее. Просто только дорогое. А самое лучшее качество белорусское. Модели отработаны. Достаточно долгоноски. И самый большой их недостаток в том, их носишь долго-долго, а они все носятся. Уже надоели. Ну, от меня, может быть, несколько предложений. Но самое главное – это, безусловно, лучший ассортимент. Я не думаю, что я в этом единственный желающий. Представники державных предприемств сегодня готовы исти на перомовы с предприимальниками. Зразумело, на взаимовыгодных умовах. Мы сегодня вообще готовы выслушать любые предложения индивидуальных предпринимателей. Готовы на разумный диалог. Конечно, на сегодняшний день черкизовский рынок делать тут никто не будет. Устраивать, что там копеечные какие-то модели. Сегодня продукция хорошего качества. На все имеются сертификаты. Ну, поэтому мы готовы к работе. Мы сами заинтересованы в ней. Под часу встречи выказано 18 пропанов сбоку предприимальников об супрацовнестве с белорусскими вытворцами. Чарговые оптовые кермаши пройдут у ближайший понеделок 22 лютого. Предприимальникам пропануют текстильные выробы. 29 лютого отбудется кермаш по продаже обудку и галантерейных выробы. Продаж организованный по улице Шилова, 12. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». В ближайший час будет принята новая державная программа по переодолюванию наступств катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проект программы, сгодненный с усими затекавленными боками, накированный у Совет Министров. Такая информация была огучена на коллегии департамента по проблемах переодолювания наступств катастрофы на Чернобыльской АЭС. Про выники реализации мероприемства по передней программе у потерпелых региона Гомельской области наш наступный материал. После аварии на Чернобыльской АЭС на державном узровне была принята концепция по безопасным проживаниям на забрудженных территориях. Сгодно с еею были приняты два законы – об социальной безопасности граждан, а так само правовым статусом забрудженных территорий. Кожные пять годов принимается державная программа по развитию таких регионов. В сукупности у всех это позволяет иметь неоценный опыт по переодолюванию наступств катастрофы на аварии. Мы в состоянии справиться с этой бедой, регулируем все процессы, которые происходят на этой территории, с таким расчетом, чтобы минимизировать последствия, неблагоприятные последствия для здоровья населения, которое проживает на этой территории. Что год у межах державной программы на переодолювании наступства аварии накировываются серьезные сродки. По краине это 235 миллиарда рублев. Значная частка из них накировывается в Гомельскую область. Разом с другими крыльницами финансования, агульная сумма, призначенная на поддержку потерпелых регионов, достигает 2 триллионов рублей в год. Что позволило нам в полном объеме обеспечить предоставление год питания защитной мероприятий в агропромышленном комплексе. Порядка 600 миллиардов было направлено на капитальное вложение, что позволило нам продолжить строительство жилья, сельскохозяйственных объектов, назначение медицинских объектов. В целом по Гомельской области мероприятия были выполнены, запланированы в полном объеме. Под шесткой легии в департаменте по проблемах переодолевания наступства катастрофы на ЧАЭС и шла говорка и про ближайшие пять годов. Потримка сбоку державы таких регионов застанется на довольно высокем узровне. Проект государственной программы сегодня со всеми заинтересованными согласован и он находится в совете министров. Мы ждем в ближайшее время его утверждения. Уже программа на 16-20 годы. Правда, новый проект программы будет крыху отрозниваться от ранейших. Плануется больше ваги надавать пытаниям развития экономики потерпелых регионов. На думку специалистов, ближайшие 10 годов программа повинна быть накирована на протягнении инвестиций у реальный сектор экономики. Для того, как потерпелые районы имели свое развитие, треба створать новые рабочие места, а для этого открывать новые сучасные вытворчасти. Евген Поболовец, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко. Телерадио компания «Гомель» из Минска. Профсоюзы нафтогазохимичной галины Беларуси и России обмерковали в «Гомеле» новые накерунки супрационниства. Под часу встречи размова шла у приватности об узмацнении информационной работы сяручленов профсоюзов и обороне интересов працующих. Олег Сентюро потекавился под рабязностями. Региональная встреча профсоюзных организаций нафтогазохимичной галины Беларуси и России отбывается не вельми часто. В прошлый раз представители Гомельского областного совета «Белхимпрофсоюза» со своими коллегами с «Газхимбудпрофсоюза» встречались на конец 2014 года. Меж тем, у боков сопрады есть чем поделиться. Гомельскую встречу можно лечить одним из этапов подрихтовки до запланованного на червень этого года саммита Министерства працы союзной державы. Мероприемства в уголе традиционные, але сёлита у его программе. По першиню продуглежена профсоюзная секция. Механизм регулирования социально-профсоюзных относинов по Беларуси и России ужмат чем подобный. А тому и на просовке кожного сбаков уявляюць огульный интерес. Простовники России после опошнега наведывания Гомеля, например, увели у практику онлайн-навучания своих специалистов, организовывать занятки у Сибири, кажут, экономично затратно, с выкористанием интернету, это куда бы штанно. У свою чаргу россияне готовы поделиться напросовками у сферы удокладнения списов небеспечных профессий. Сегодня у нафтогазохимичной галине Российской Федерации до 60% льготников, а ли реально умовые их працы оценивались 10 год лет тому. Он далеко не совершенный, но тем не менее это какой-то некоторый выход, который позволит найти какой-то здоровый баланс между теми, что действительно нужно платить людям реальные, зримые компенсации, потому что они работают в сложных условиях, вредных условиях, ну и, соответственно, сокращение тем профессиям, где уже развитие технологии привело к тому, что фактор вредности не столь очевиден. И еще одна тема для огольного обмеркования – информационная работа сирот-членов профсоюзов. Причем разговоры не только по предоставлению известных об деятельности организации. У России, например, без коллективного обмеркования членами профсоюзов не принимается ни один новый проект, тезаконодавчий акт, особенно социально значным, затекавила белорусов. И практика распроцовки коллективных договоров. Вельми верогодно, что нечто российского опыта будет укороняться и у нас. Их опыт в этом бесценен, бесценен будет для нас, потому что действительно схожие профессии, схожие методы выполнения работы для членов нашего профсоюза, для членов профсоюза, которые работают действительно в непростых производственных условиях. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, Телерадо, компания «Гомель». Эпидемичная ситуация по захворыванию на гриппы и в острые респираторные захворывания на Гомельшине пошла поляпшаться. На минулом тыдне колькость захворылых снизилась на 11%. У абсолютных лишь багета каля 20 тысяч человек. У целом на минулом тыдне смешение колькости людей, які звернулись за допомогу медицинские установы, означалося у 16 районах в области. Невеликий рост по кольце фиксованы только у Ельским, Мазырским, Калинковицким, Хонницким и Петриковским районах. Что тыжится эпидемичного порогу, то в этом году он не был перевышен ни у одним из районов. Царот тех, кому поставленный диагноз в острые респираторные инфекции и грипп, 65% – дети. Сгодно с прогнозом специалистов Гомельского областного центра гиены, эпидемиологии и громадского здоровья, в ближайшие дни можно шагать дальнейшего снижения утронью захворывания. Может быть, это снижение не будет таким резким, оно будет плавным. Где-то может быть снижение по 3-4 тысячи за неделю. Под час выниковой коллеги Управлении спорту и туризму Гомельского облаканкама назвали первоможцев областного огляду конкурсу по подрыхтовке спортивного резерву и спорту высшейших досягнений. По выниках минулого года Гомель стал лепшим в группе городов. В 2015-м 10 гомельчан отрымали звание майстру спорту международного класса. 65 – майстру спорту, больше, как 200 – кандидатов майстры. У леку 10-ти лепших тренеров в области – 5 гомельчан. У десятку лепших спортсменов в области трапили 3 простонники Гомеля. Пятиборка Катярына Орол стала серебранным призером чемпионату Европы и переможцем Кубка Свету. Оксана Петрушенко завоевала по 4 золотые и серебранные медали чемпионату Свету по плаванию сярод инвалидов. Ускарбонцы плавца Яугена Цуркина, серебра и две бронзы чемпионату Европы. А так само полный комплект Узнагародцу Светной универсиады по плаванию. Выникам работы в минулом году стало и завоевание лицензий на удел у летних олимпийских гульнях у Рео-де-Жанейро. Четыре лицензии у нас уже есть. 17 спортсменов являются кандидатами на участие в Олимпийских играх у Рео-де-Жанейро. Завоевание лицензий продолжается, а по результату уже будет видно. И на этом по кулюсе, за развитие подействия, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»